Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. В начале своего видео хочу поблагодарить вот за совершенные мною посевы Маргариту Румянцеву, которая мне прислала семена глоксини, а также еще очень много других семян. А вот за семена тарени я благодарю Надежду просто. Спасибо вам, девочки, за сегодняшний посев. У меня сегодня внеплановый посев семян, так как мои коробочки с семенами пополнились семенами моих подписчиков. В общем, сегодня буду сеять я семена тарени, серия каваи, лимон дроп и дип блю и семена глоксини. Спасибо, девочки мои дорогие, за семена и спасибо за работку, которая у меня появилась дополнительно. Итак, рассказываю про посев семян. Что же понадобится? В первую очередь, конечно, это почва. Почвенная смесь у меня идет здесь субстрат Культура. В нем добавлен еще биогумус. Тарени два вида разных расцветок, то мы с вами не делаем ошибку, не сеем ни в коем случае двух разных расцветок в одну плошку, потому что всхожесть может быть разная. Поэтому я приготовила два контейнера, наполнила почвой. Обязательно сейчас ее разровняю. Подписала с помощью малярного скотча и перманентного маркера тарени, какого числа посеяно. И ниже я еще подпишу потом, какого числа она взошла, так чтобы мне удобнее было делать отсчет, какой возраст у меня всходом. И вот эта плошка у меня для глоксини. Дальше почву я пролью теплой водичкой с добавлением фунгицида и инстектицида. В данном случае у меня фитоспорин, маточный раствор я добавляю на литр воды по инструкции и инстектицид у меня актора. На кончике ножа я добавляю на литр воды. А сверху семена я опрыскаю тоже теплой водичкой из поливилизатора с добавлением по инструкции циркона и из ампулы энергена. Это для лучшей всхожести семян. В первую очередь мы с вами разравниваем почву в контейнере в нашем, уплотняем, чтобы там не было воздушных пустот, ну и чтобы семена не проваливались. Для семян тарынии подойдет универсальная почва. В общем-то в принципе в почве тарыния неприхотлива. Универсальный цветочный грунт вполне себе подойдет. Дальше я слегка увлажнила грунт, так как он у меня уже подсох после последнего его смачивания. Обязательно нужно делать дренажное отверстие в контейнере. Это мой вам совет. Почву разровняла, пролила и сейчас буду распределять семена. Намечу бороздки, так как я впервые сталкиваюсь с данными семенами, что тарынии, что глоксинии, рисковать не буду. Вот наметила здесь всего три бороздки. Буду сеять их подальше от друг друга, потому что не знаю, как ведут себя всходы, как они вообще, какого затем будут размера. Слава богу, что хотя бы семена тарынии дрожжированные и с посевом труда не будет. Тарыния мы видим, что семена дрожжированные, глазированные. А вот углы синие, то тут вообще беда. Это не семена, а пыль. Пыль, девочки, мальчики, это пыль. И причем количество здесь просто огромное. Семена я распределила по поверхности, старалась выдерживать расстояние между семенами один сантиметр. И так, получается, сверху мы сейчас с вами еще повторно опрыскаем сами семена. Очень жаль, конечно, что вот на пакетике с семенами производитель ничего не написал о выращивании семян тарынии. Я старалась найти информацию в интернете. Там указывается, что можно, в принципе, посевы присыпать почвой тонким слоем, ну, в полсантиметра. Но так как я выращиваю впервые тарынию, то я не рискну этого делать. Можно присыпать песком, либо почвой. Я уже постараюсь их вырастить на свету, то есть не присыпая. Вот я опрыскала их до состояния размокшие гранулы. Я вижу, что гранулки поплыли. Это для меня первый признак того, что опрыскивать достаточно. Вот вы видите, что гранулки все поплыли, значит достаточно. И накроем пленкой данные посевы и пложки и отправим на проращивание. Температура проращивания семян тарынии должна быть около 23 градусов. Ну и, конечно же, нужно обязательно учитывать подсветку и нужно учитывать постоянную влажность субстрата для проращивания тарынии. Первые всходы будем ожидать через 5 дней, но это, конечно же, при соблюдении всех условиях. Я надеюсь, что профессиональные семена все-таки не подведут. Я буду ждать, наверное, всходов через неделю. Посмотрим. Дальше я сейчас буду пытаться посеять глоксинию. В общем-то, девочки, мальчики, стала я углубляться в изучении посева семян глоксинии. Тут-то, оказывается, не все так просто, как в посеве, например, семян тарынии. Я уже приготовила плошку с почвой. Оказывается, обязательно должен быть контейнер с дренажными отверстиями. Это раз. На дно обязательно должен положиться дренаж. Слава богу, что вот у меня под рукой есть вот этот вот цеофлора. Еще с прошлого сезона я заказывала природный почвоулучшитель, и его можно использовать как заместо дренажа, потому что под рукой у меня на данный момент ничего нет. В грунте тоже глоксиния оказывается прихотливая, то есть должна быть почвенная смесь из одной части хвойной земли и лиственного грунта. Это в идеале. И еще в этой смеси не должно быть ни перегноя, ни гумуса. Но на данный момент у меня просто универсальный субстрат, да, культура, о котором я вам все время говорю. И в него я добавляла вот здесь, вот, например, в этой плошке, которую я приготовила, в него добавлен биогумус. Понятно, что я его убираю. Сейчас просто сюда добавлю субстрат культура без биогумуса. И еще оказывается, что грунт не нужно уплотнять. Так, дренаж насыпала. Я думаю, вот так будет достаточно. Добавила грунт. Вот аккуратно разравниваю, не уплотняю. Все крупные частицы убираю, потому что семена вообще пылевидные у глоксиния. Ну, вот так вот слегка я уплотнила, но не утрамбовываю, как сказано. По рекомендациям, значит, самым лучшим посевом семян глоксиния является взять лист обычной белой бумаги. Сначала мы его сворачиваем, а затем вот в это место я аккуратно сейчас высыплю семена. Наконец-то! Вот они! Пылька, пылька, пылька. В общем, для первого раза, я считаю, это три с плюсом. Конечно, я не знаю, понятно, что тут распределение произошло не лучшим образом семян. Ну, что делать? Сейчас мы с вами должны еще аккуратно, на расстоянии 40 сантиметров, так как у нас полевидные семена, то мы с вами опрыскиваем с расстояния 40 сантиметров, увлажняем семена, чтобы они не разлетались и в одну кучу не слетались. Поэтому вот видите, как я издалека их опрыскиваю. Семена, естественно, что присыпать мы не будем, сходят они на свету. И еще прочитала такую тонкость, что нужно, в общем, получается, значит, накрыть, сделать тепличку и сделать отверстие в пленочке. Поэтому я вот так вот зубочисткой проделаю вот такие отверстия. Теперь об условиях проращивания. Емкость мы развещаем в светлом месте. Дальше содержим емкость при температуре 22-26 градусов. Как только появятся всходы, нужно температуру понизить от 18 до 20 градусов. Ну и, как я сказала, что мы не допускаем пересыхания грунта. Ну и нужно проветривать емкость с глоксиниями не менее двух раз в сутки. Ну, если будет низкой температурой и недостаточно освещения, то, соответственно, прорастание семян затянется. Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, мое видео вам хоть чуточку было полезным. Не забудьте, пожалуйста, поставить мне пальчик вверх. Буду держать кулачки за свои посевы. Как только что-то появится, конечно же, засниму видеообзор и буду держать вас в курсе. Всем всего доброго! До новых встреч и до новых видео! Пока-пока!